Девочки, всем привет! Сегодня я вам покажу массаж, который позволит вам активизировать ваш кровоток, лимфооток, ну, собственно, все, на что способен массаж для лица. Но, кроме того, он расслабит ваши черты лица и сделает вас более мягкими, более женственными, более гармоничными. Что ж, приступим. Первая часть массажа будет проводиться на сухое лицо, потому что, как такового скольжения не будет, наоборот, нам нужна четкая фиксация на коже. Поэтому первую часть массажа советую выполнять без крема, без масла. Вообще, в принципе, масла я редко использую для себя особенно, потому что у меня с маслами не очень хорошее взаимоотношение у кожи. Вот, поэтому у меня будет крем. Вторую часть я его пока отложу. Вот, вы подготовьте тоже крем. Ну что ж, поехали. Первое, что мы делаем, это разогреваем, вызываем прилив крови к лицу, да, для того, чтобы у нас кожа напиталась. И стала более красивой, более свежий цвет лица у нас, чтобы стал. Берем ручки и примерно 30-60 раз, вот в зависимости от того, какой у вас темперамент, вы делаете вот такие вот активные поглаживания. Уши, да, то есть вот я на уши положила основание ладони и делаю 30-60 раз. Поехали. Хорошо. Когда почувствовали, что достаточно сильная область ушей у вас разогрелась, достаточно. Дальше. Прикладываем пальчики указательные под мочку уха, там, где у нас стык нижней челюсти и шеи происходит. И начинаем делать вращательные движения по, так это у нас получается против часовой стрелки, ну то есть вы от уха, от шеи двигаетесь к нижней челюсти. Достаточно мелкий круг, не амплитудный. Опять-таки активация лицевой артерии. И самое главное здесь не продавливать до кости, то есть пальчики у вас должны находиться, ну что-то между фасцией и мышцей. Вы здесь не продавливаете сильно. Именно активация кровотока. Хорошо. Дальше. Спускаемся по шее. Достаточно активно промните себя по шее, по задней поверхности. Опять-таки можно круговыми движениями. Ну как вам удобно, как вам хочется. Можете разминающими. Можете хоть по часовой стрелке, хоть против часовой. Здесь не имеет это значения. Самое главное нам размять ткани для того, чтобы наш трубопровод, наша шея опустила лимфу, пустила кровь. Лимфу сверху вниз, кровь снизу вверх. Хорошо. Спускаемся ниже. И здесь делаем вот такие вот поглаживающие движения. То есть у меня противоположная рука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, два, шесть с каждой стороны. Ну, все-таки произвольно, как вам хочется, когда почувствуете, что все здесь разогрелось и готово к работе, все наши системы. Хорошо. Следующее, что мы делаем, берем наши пальчики большие и опускаем голову. Конечно, здесь лучше поставить пальчики на что-нибудь. Если вы в ванной делаете этот массаж, то можно на раковину поставить, локотки. Главная задача не давить головой и не давить руками. То есть у вас просто вес головы падает в ручки. И пальчики вы ставите четко под основание брови. Нащупаете пазухи. И вот в этих пазухах стоим шесть секунд. Еще четыре. Три, два, один. Хорошо. Теперь берем вот такой вот защипчик. И опять-таки здесь же, то есть у нас большой пальчик, по сути, никуда не смещается, но сверху ложится указательный. И делаем небольшой защип. Да, здесь у нас мышца сморщивающая бровь сверху начинается. Начинаем расслаблять ее. Расслаблять голову. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Теперь берете ручку. Ручкой приподнимаете немножко бровку. Чуть-чуть буквально, чтобы не создавать заломов на лбу. И начинаете делать вот такие вот массажные движения, выгоняя лишнюю воду из области верхнего века. Пальчики у вас ходят по орбитальной косточке. То есть вы приподняли бровку так, чтобы у вас освободилось как раз место для пальчиков на орбитальной косточке. Еще два. И один. И то же самое делаем с противоположной стороны. Поднимаем бровку, берем пальчики. И пальчиками начинаем выгонять воду. Лишнюю застоявшуюсь. Закройте глазки. Это довольно приятное упражнение. Не упражнение, а прием. Еще три. Два. Мелкие круги. И один. Хорошо. Теперь берете ваш средний пальчик, на него устанавливаете указательный, для того, чтобы давление было оказано более сильное. И ставите пальчик на область, то есть вот у вас заканчивается бровка и точка чуть выше бровки, кончика брови. Устанавливаете и немножко приподнимаете бровки. Вы можете точно так же лечь просто головой в руки и постоять. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Не убирайте, ничего не делайте. Оставляйте точно так же пальчики. То есть у вас указательный пальчик давит на средний. Средний никуда не давит. Мы слишком сильные усилия тут никакие не делаем. Напряжение в шее. Устанавливаем на орбитальную косточку под самой серединкой глаза. И точно так же опускаем голову. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Оставляем пальчики точно так же и ставим около крыльев носа. Находим достаточно болезненное у себя место. Пазухи, да? И точно так же опускаем голову. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Теперь нам потребуются наши кулачки. Берем кулачки и укладываем голову. У нас фаланги пальцев зайдут под скуловую кость. То есть вы должны поставить их под скуловую кость. Здесь крепление оживательных. Крепление других мышц. И нам это позволит как раз таки расслабить мышцы. Опускаем голову и ставим шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Теперь находим у себя линию, которую очень любят визажисты. Они здесь рисуют естественную тень, да? То есть вот линия, которая у нас идет к уголкам губ и до козелка примерно. И вот здесь вот начинаем делать круговые движения. При этом, пожалуйста, разожмите челюсти. Челюсти не должны быть сжаты. Расслабьте зубы внутри рта. Пусть они будут приоткрыты. Для того, чтобы расслабить жевательные. Для того, чтобы нам хорошо снять напряжение с группы жевательных. Как поверхностно-жевательных, так и крыловидных. Массируем еще. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Вот теперь можно взять крем. Нанести его на лицо. Потому что нам потребуется достаточно активная сейчас работа с кожей. Смотрите, что вы делаете. Вы довольно активно начинаете вот таким вот образом водить пальчики фаланги, да? Опять-таки по скуловой кости. Под ней. Еще три. Два. Один. Хорошо. Еще набираете кремик. Он нам потребуется для овалы сейчас лица. И здесь вы берете вот таким вот образом, таким захватом. И начинаете довольно активно водить. У вас здесь четко должна быть контакт с нижней челюстью. То есть вот вы отсюда идете, до сюда доходите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вниз. И еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Теперь наносим крем на лоб. И начинаем поднимать все ткани наверх. Старайтесь довольно активно двигаться именно вверх, вверх, вверх. Можете чуть-чуть приподнять голову. И прямо дождавшись того момента, когда у вас кремик начинает уже впитываться, контакт с кожей и рукой становится лучше. И ткани начинают за руками подниматься. Хорошо. Встали. И медленно поехали наверх. Захват не кожи, захват тканей. То есть мышечная ткань, фасциальная ткань. Хорошо. И последнее, что мы делаем. Наносим крем на область около носа. Здесь довольно активное внимание. Надо уделить именно латеральным мышцам. Мышцам около носа. Здесь поднимающая верхнюю губу. Собственно, крыловидная часть мышцы носа. Вниз. 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 Вот такой вот вариант нанесения крема с утра. Занимает немного времени, зато дарит расслабление вашему лицу и активирует питание кожи и сброс лимфы. Так что, практикуйте. Приятного вам массажа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...